Хочу начать сегодняшний разговор с темы выборов, тема, которая, на мой взгляд, должна быть актуальной, приобретать свою актуальность дополнительную с каждым днём, потому что выборы вот уже совсем скоро у нас в сентябре, но пока информации на этот счёт совсем немного, да, совсем редко кто-то заявляет о своём желании в этих выборах поучаствовать. Вот что мы на сегодня знаем, да, вроде вокруг КПРФ есть какая-то информация, что вот они там между собой выясняют, кто пойдёт на выборы. И вот Ильдар Изяпов из партии ветеранов России вчера у нас в студии заявил, что он будет баллотироваться тоже и пойдёт, соответственно, от своей партии. Ну и немного ранее Рафис Кадыров говорил, что тоже у него есть такие намерения, но опять же он в последнее время в тени. Вот что вы знаете на эту тему, как вы можете прокомментировать вот эти вот инициативы коммунистов, ветеранов? Ну, по порядку тогда начнём от ничтожного к важному. Ну, понятно, Рафис Кадыров дежурный участник всех выборов. С 93-го. В президенте, да, в главе республики Башкортостан. Однажды мы с ним имели такую пространную беседу на эту тему, и я вот для себя узнавал вообще, зачем и почему это делается. У меня складывается впечатление, что человек уже, ну, поставил себе какую-то задачу, я не буду оценивать её исполнимость, хотя, ну, наверное, очевидно, что она для него в том формате, в котором он существует, абсолютно неисполнима, но задача поучаствовать во всех выборах у него стоит, и он будет это делать по всему. Ну, учитывая, вот, муниципальный фильтр и отсутствие партии, у нас нету формата самовыдвижения, соответственно, если даже ему удастся прикрепиться к какой-то из непарламентских партий, естественно, шансов пройти муниципальный фильтр у него нет никаких. Ну, примерно та же картина по поводу Ильдара Резяпова с той разницей, что я бы отнёс его выдвижение к процессу появления лесников, тех самых, судя по всему, у Хабирова дефицит в части принятия решения по поводу вот этих лесников, и вот лесники стали самопоявляться. То есть шансов быть зарегистрирован у него больше? Ну, тут однозначный вывод, что этот человек занимается имитацией с определёнными целями, с определёнными задачами для себя лично, а вовсе не для, там, республики или для какого-то политического процесса. То есть, ну, вот это вот про незначительное. Про значительное, ну, вот сейчас, конечно же, на политическом поле России КПРФ внезапно воспряло и стало какой-то силой, я не могу сказать, что она там подавляющая сила или какая-то сильно решающая сила, но, тем не менее, несколько губернаторов-коммунистов мы имеем, имеем протестные выборы в пользу коммунистов в нескольких регионах, а, соответственно, в Башкирии такая же картина начинает складываться. Но есть нюансы. Башкирские коммунисты всегда были глубоко подконтрольны действующей местной властью. То есть, это традиционно происходило со времен Рахимова, абсолютно четко было и существовало во времена Хамитова, и, судя по всему, продолжает быть сейчас так. Господин Кутлугужин, да, Юниор Гелемьянович, ну, яркий представитель вот этого, значит, соглашательства, вот этого патернализма в отношении власти, и, скорее всего, ему не удастся, если вот он возглавит этот процесс выдвижения на пост кандидата в главы Башкирии, ему не удастся даже сымитировать серьезную борьбу, и вот на фоне этого всего, я понимаю ослабевание его влияния внутри партийной организации в республике в целом, то есть очень много недовольных, очень много региональных отделений в Башкирии, как бы, в городах и районах, находятся в прямом конфликте с Кутлугужином, понимая это все, федеральная часть партии уже тоже начинает об этом задумываться, анализировать, насколько это все будет выглядеть. Дело в том, что вот риск для коммунистов здесь один, они, понятно, что не победят на выборах, скорее всего, то есть, ну, я не буду там уж так вот фатально, ну, вероятнее всего, они не победят. Однако у них есть очень серьезная вероятность того, что они снизят свой электоральный здесь рейтинг, скажем, получив проценты ниже, чем, ну, на предыдущих выборах. То есть там не 15, а 5. Да, не 15, а 5, не 15, а 7. Соответственно, это будет урон для партии, потому что все вот эти проценты, несмотря на то, что они не складываются там арифметически или юридически в какие-то там должности, в какие-то позиции в госсобрании или еще где-то, однако они четко иллюстрируют рейтинг политической силы в регионе. Это, конечно, ну, в Москве понимают, да? Несмотря на то, что Зюганов достаточно безразлично относится к Башкортостану, ну, в отдельности, однако тут есть и Афонин, Ющенко, есть другие игроки, которые, в общем-то, не так безразличны к Башкирии, и, соответственно, они, принимая решение о том, кто будет баллотироваться от коммунистической партии, наверное, все-таки учтут этот момент. То есть, по сути, сейчас на самом деле стоит выбор между Кутлугожиным и Галлиным. Выбор не сделан ни в чью пользу, идут подпольные движения внутри партийных организаций. Внутри республики. Да, конечно, все это речь идет о том, что это внутри республики, и где-то какие-то, может быть, сепаратные переговоры с московскими руководителями происходят. Ну, события, которые происходят в республике, в КПРФ, они, конечно, каждый день иллюстрируют ту степень разложения, которую допустил господин Кутлугожин. Вот это самоубийство в Кумертау господина Багрова, который... Ну, я не связываю это самоубийство напрямую с персоной Кутлугожина, но то заявление, которое он сделал перед смертью, там, вот эту вот видеозапись, обвиняя Кутлугожина напрямую в каких-то фактических преступлениях, связанных с предыдущими выборами и так далее. То есть, конечно, вот иллюстрирует ту работу, которую вот Илья Гелемьянович у нас ведет на территории республики. А существует ли такой глобальный, что ли, глубинный, точнее, правильно сказать, смысл в том, чтобы КПРФ участвовала в этих выборах, скажем так, полноценно, действительно вела серьезную борьбу с целью победить на этих выборах? То есть, заинтересовано ли общество в том, чтобы вот этих вот внутренних дрязг и непонятной ситуации внутри партии не было? Или это вообще не важно, в принципе? На мой взгляд, общество на это все смотрит абсолютно безразлично. То есть, есть люди, которые поддерживают КПРФ, которые не поддерживают КПРФ. И внутренние процессы для сторонних наблюдателей, для избирателей, как правило, они закрыты, либо ими игнорируются. Но здесь есть другая мотивация. Во-первых, очевидно, что Хабирову нужны реальные выборы, по крайней мере, визуально. Потому что, если он будет один, это будет абсолютно неубедительно, и его победа будет подвергаться сомнению. Ему нужны, действительно, соперники, которые будут что-то противопоставлять, а он их будет побеждать, условно говоря. Я уж не мечтаю о дебатах, но, по крайней мере, заочная полемика должна существовать. Конечно, вот этот запрос существует. Население, ну, я бы не сказал, что оно рассматривает КПРФ как какую-то силу, которая должна возглавить политический процесс или, не дай бог, экономический процесс в стране и в республике. А вот запрос самой власти на серьезных соперников на выборах, он уже существует с 2012 года, на самом-то деле. Тогда, когда внезапно случилось прозрение в Москве, они выяснили, вдруг поняли, что, оказывается, страна зачищена настолько, что не осталось ничего. Тогда была предпринята попытка создать новые партии, но она, опять же, вот забуксовала и погрязла, и в итоге мы получаем вот эти партии ветеранов и всяких прочих. Значит, ну, конечно, запрос есть. Запрос на альтернативные выборы, пускай и предсказуемые, но, по крайней мере, вот этот процесс легитимизации выборов, который всегда идет после выборов, то есть когда нужно аргументированно доказывать, что выборы прошли правильно. Вот этот процесс существенно проще проводить, когда ты имеешь конкурентные выборы. Ну, должен спросить все-таки еще про две партии парламентские, которые у нас формально могут претендовать на реальную конкуренцию, ЛДПР и «Справедливая Россия». Насколько я понимаю, ЛДПР решение свое приняло еще в октябре-ноябре 2018 года. Визит сюда, значит, господина Жириновского был кратким как выстрел и понятным, как тот же самый выстрел Иван Сухарев возглавит борьбу за пост главы Республики Башкортостан, получит оговоренные, видимо, заранее проценты, и, значит, вот тем самым участие ЛДПР будет закончено. ЛДПР – умирающая партия, то есть вместе с лидером, это партия одного человека, соответственно, я прогнозирую, что с уходом со сцены политической Жириновского партия перестанет существовать. ЛДПР – «Справедливая Россия» попала в трудную позицию. Мы понимаем, что «Справедливая Россия» в Башкирии – это была отдельная такая формация, которая на протяжении всего своего существования корировалась лично Хабировым, работала в его пользу так или иначе. Иногда это вызывало даже конфликты между, скажем, тогда Хамитовым и Мироновым и так далее. Но сейчас они попали в глупую ситуацию. Будучи партией плоть от плоти Хабирова, выступать против него, всерьез они не могут, а не всерьез уже тоже, в общем-то, наверное, или не хочется, или это не нужно Сидякину как модератору этих выборов. Соответственно, ну вот потому мы и не видим какой-то активности, каких-то движений со стороны «Справедливого Россия» в Башкирии. Ну и сама деградация партии вот на федеральном уровне, я имею в виду «Справедливую Россию», тоже накладывает отпечаток на поведение ее в регионе. Соответственно, я думаю, что мы либо мы вообще не увидим кандидата о «Справедливой России», либо он будет настолько незаметен, что подавляющее большинство избирателей даже не выучит его фамилию. Понятно. Ну что ж, поживем, увидим. Выборы у нас, напоминаю, в начале сентября. А сейчас у нас другая тема. И напомню, что в гостях нашей студии политтехнолог Андрей Пателицын, плюс 7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Неделя началась с, на мой взгляд, довольно-таки ужасных сообщений вокруг Роспотребнадзора, Инвестчас, да, Альберт Мухамедьяров, руководитель Роспотребнадзора Евгений Степанов, Ольга Сидорчева, инспектор, которая проводила проверку, значит, нагоняй от Хабирова в адрес Роспотребнадзора и дальше самоубийство сотрудницы. Вот эта вся ситуация... А, ну здесь, конечно, два, наверное, момента, да. Хотелось бы выделить само вот это самоубийство, да, ваш комментарий. И по поводу того, что Радихабиров, в общем, довольно-таки жестко разговаривает с федеральным чиновником, который не находится в его прямом подчинении и, по сути, требует уйти в отставку. Вот хотелось бы ваше мнение по этим двум составляющим. Ну, наверное, имеет смысл вот последовательно комментировать эти события, ну, с пониманием того, что случилось за ними. Сам по себе вот этот разбор полетов. Начнем вообще с Мухамедьярова. Вот так вот, по порядку. Почему Мухамедьяров и вообще, и что это было? Не секрет, что Мухамедьяров человек очень близкий и к Тажетдинову, и к Хабирову. И, на мой взгляд, совершенно понятно его попадание на этот инвест-час. Не могу назвать его человеком наиболее нуждающимся в поддержке государства и там человеком пребывающим, я имею в виду как бизнесменом пребывающим в каком-то бедственном положении, которому нужна срочная помощь. Очевидно, это была постановка, либо там какое-то заказное попадание на этот инвест-час. То, что Мухамедьяров пожаловался Хабирову на то, что вот его, как говорится Хабиров, маленькое кафе угнетает страшный Роспотребнадзор. Ну, кафе действительно маленькое. Да, ну, действительно, я съездил, посмотрел, там четыре стола, это смешно вообще. Все это выглядит достаточно тоже театрально, но дальше началось непонятное. То есть, вместо того, чтобы заступиться за своего старого товарища, как положено вообще у нас чиновничьей среде, позвонить там начальнику Роспотребнадзора, попросить помощи, разобраться объективно, не было ли там какого-нибудь злоупотребления, там еще чего-то, Хабиров созывает отдельное совещание, вызывает туда парочку министров, заместителя, первого заместителя руководителя администрации главы региона, сам присутствует, руководитель Роспотребнадзора региона, инспектор, пострадавший Мухаммедьяров, значит, и прочие-прочие устраивают вот это вот шоу. Я не знаю, был ли у них предварительный конфликт с руководством Роспотребнадзора, то есть, было ли это следствием от этого предварительного конфликта, но вообще так не делается. То есть, во всеуслышание вот этот конфликт генерируется и начинает транслироваться в СМИ наши вот эти вот все, значит, колокольчики Башинформы тут же зазвонили, вот Хабиров там пригрозил, Хабиров поругался, Хабиров нам что-то и так далее с Роспотребнадзором. Ну, так не делается. Это нарушение этики вообще чиновничей. Очень грубое, в том смысле, что если он недоволен руководителем регионального Роспотребнадзора, он должен связаться с федеральным руководителем и обсудить эту тему. Какой конфликт, что случилось, почему. А вот это должен, не должен, это кто определяет? Нет, это какая-то такая неписанная этика, значит, вот этого взаимодействия внутри чиновничьего аппарата. Конечно, Хабиров вправе сделать был то, что он сделал, он все, что угодно может вообще делать. Он может завтра играть на гармошке в прямом эфире, и это будет транслировать БСТ, и мы будем наслаждаться. Это, в принципе, в рамках закона. Но, как с точки зрения этики внутренней, конечно, это недопустимо. А вот то, что случилось дальше, это действительно уже такая, на мой взгляд, трагедия, которая случилась по стечению обстоятельств. Конечно же, руководитель Роспотребнадзора среагировал самым резким образом, наверняка, и имел тяжелый разговор с госпожой Сидорчевой. Почему она покончила с собой, ну, это трудно сказать. Всегда самоубийство — это комплекс эмоционального состояния. Значит, такое решение человек обычно принимает в состоянии нестабильном и так далее. То есть тут уже надо разговаривать с врачами, либо как-то еще это модерировать и понимать. Но факт тот, что абсолютно незначительный хозяйственный конфликт маленького кафе Мухаммедьярова превратился вот в эту трагедию, в которой вольно или невольно поучаствовал Хабиров. Для него это огромный минус. Его причастность к этой смерти, фактическая причастность, я не имею в виду вину, я имею в виду причастность, конечно, ну, никаких плюсов его ни имиджу, ни его там, вот этому злосчастному инвестиционному климату, конечно, не несет. Более того, конечно, было бы любопытно поговорить и подумать о том, какова будет реакция Федерального Роспотребнадзора теперь на подобные шаги. Но мы пока ее не знаем, то есть там можно думать и говорить, что, в принципе, может врубиться режим защиты чести мундира, и тут конфликт продолжится. Вот в связи с этим хотелось бы понять, насколько увесиста роль Роспотребнадзора Федерального в федеральной же иерархии, насколько их влияние сильно в администрации президента. Мы-то знаем, что федеральные власти очень часто используют Роспотребнадзор при борьбе с внешними врагами, но внутри страны его роль не особо заметна была. Ну, это всегда комплекс влияний. Соответственно, Роспотребнадзор — это вполне себе могущественная структура, которая имеет ресурсы и в Кремле, и в администрации президента, и в правительстве. То есть это действительно достаточно серьезная сила. И то, что Хабиров не обратился кулуарно к руководителю Роспотребнадзора, а сделал это все публичным скандалом, это говорит о его слабости и невозможности, скажем, вот этих прямых контактов, судя по всему. Ну, только слабый человек закатывает истерику, а сильный человек начинает предпринимать какие-то действия для решения задачи. То есть, ну, не наоборот. А если, наоборот, там все договорено в Москве? И, в общем, я здесь немножко поиграю. Ну, это уже теория заговора, это как бы, ну, мы можем предполагать все что угодно, но, на мой взгляд, вероятнее всего, конечно, у Хабирова не было других способов решения проблемы. Другой вопрос, а он вообще должен был решать проблему маленького кафе Мухамедьярова? Лично? То есть у него что, нет подчиненных, у него нет этой иерархии взаимодействия на таком масштабе? Или уж это такое дружище, что прямо любой каприз исполняем? Ну, ведь для этого же инвест-час придуман, чтобы Хабиров пока в ручшотом режиме решался вопрос. Инвест-час придуман для того, чтобы, значит, стимулировать инвестиции, а не защищать маленькие кафе своих друзей. Вот тут вот противоречие. Это была прямая защита. То есть вот Мухамедьяров прибежал и говорит, дяденька, помогите, душат. Ну, если это было так. А могущественный глава региона своему другу говорит, да, конечно, да сейчас мы сделаем все, что возможно. Ну, то есть хорошо, что бомбить не начали, да? Ну, то есть несоразмерность инструментов, несоразмерность действий и события, вот это бросается в глаза. То есть на инвест-климат это может все-таки повлиять негативно? Конечно. И зависит будет от дальнейших действий? Или уже все, история уходит на второй план? В определенном смысле, конечно, будет зависеть от развития, если оно будет вообще это развитие. Но бизнес, сообщество оценило это шоу, конечно, очень негативно. Я общался с бизнесменами после всех этих событий. У них ведь критерий какой? Серьезно, несерьезно. То есть они работают с серьезными людьми. Вот эту историю они оценили как несерьезную. То есть это нехорошо. Наслушатель спрашивает по поводу жилого комплекса Белая река. Срок сдачи дома опять продлевается? Почему власть не реагирует? Или ничего от смены власти не меняется? Ну, давайте с юридической точки зрения рассмотрим вопрос этого дольщика. Кто продлевает срок сдачи дома? Застройщик. Кто соглашается на продление сроков сдачи? Дольщики. Вот и все. Причем здесь власть. Ну, давайте уж так объективно, да, при всей моей неблагорасположенности к власти. То есть власть здесь в этой цепочке не имеет никакого места абсолютно. Если вы не согласны, не подписываете договора о продлении сроков и начинаете апеллировать в законном порядке, требовать компенсации, требовать достройки, выходите из долевого строительства. То есть у вас есть ряд каких-то прав. Вы можете также обратиться к властям с требованием вмешаться в ситуацию в той мере, в которой власти наши имеют право это делать. То есть на законном и юридическом основании. Вот и все. Вот полный ответ на вопрос. Почему продлеваются сроки? Это вопрос и к Бадикову. Вы вправе задать этот вопрос. Пускай он обоснует технически. Вот почему он продлевает. Деньги у него кончились. Может быть кирпич не подвезли вовремя, да. Или еще что-то, да. Световой день короткий, холодно. Ну, причины должны быть названы, прежде чем подписывать документ. И более того, если он продлевается, то вы должны понимать четкие основания. Вот почему у него есть шансы достроить, например, в новый срок, если он не достроил в старый срок. Если этих обоснований нет, у вас полное основание для беспокойства. То есть если он продлевает только для того, чтобы вы не могли требовать неустойку, это одно. Если он действительно по объективным причинам продлевает и говорит, вот смотрите, у меня такие-то такие причины. Ну, значит, это реально такова. Жизнь сейчас все дорожает. Подорожал кирпич, подорожали комплектующие. Возможно, он пытается выработать какую-то новую финансовую схему. Но госстрой, я уже говорил и повторю, это мина замедленного действия, которое, ну, вполне вероятно, что у нас рванет в какое-то ближайшее время. Потому что ситуация там на самом деле непростая. А в целом вообще по решению проблем дольщиков немного об этом говорилось буквально зимой, но как-то вот затихло. Ну, говорится об этом много и постоянно в определенной среде. То есть надо понимать, что проблема дольщиков интересует в основном только дольщиков. Но еще немножко строителей, которые уже давно потратили деньги дольщиков и теперь собираются как-то эту проблему нивелировать. Если вкратце, то успехи, прямо скажем, весьма скромные. Перспектива у нас такая на ближайший период до выборов, а это очень важно, потому что проблема дольщиков исключительно носит агитационный характер. Я имею в виду попытки решения этой проблемы со стороны правительства. Перспектива следующая. Наверное, сдадутся два дома в Серебряном ручье. Наверное, сдастся один дом в Новобулгаково. Наверное, сдадут три практически готовых дома в Миловском парке и больше ничего сделано не будет. Это в период до сентября. Все остальное будет вот этим вот витеватыми хождениями, брождениями, бесконечным откладыванием вот этих вот дорожных карт. Как, например, на Менделеево 128 дробь 1 в третий раз опять перенесли срок уже теперь на 15 июня, потом 15 июля, а там уже и 8 сентября недалеко. Я абсолютно однозначно утверждаю, что после выборов власть в существенной степени потеряет интерес к проблеме обманутых дольщиков, в существенной степени перестанет в ней участвовать ровно настолько, насколько ей будет позволять закон, потому что вот эти обманутые дольщики перестанут быть недовольными избирателями после 8 сентября. Вот и все. — То есть эта проблема может оказаться условно вечной даже? — Ну, по сути, по некоторым объектам она может быть нерешаемой или вечной и так далее. И власть тут ничего не сделает уже. — Ну, раз уж вопросы слушатели начали задавать, вот Радик спрашивает об оценке деятельности Зульфии Гайсиной. Вот так вот неожиданно. Кстати, она, по-моему, тоже заявляла о желании баллотироваться или путаю что-то? — Нет, я не слышал, к счастью, о том, что она заявляет о желании баллотироваться. Но оценка моя простая. Зульфия Гайсина или не Зульфия Гайсина — это элемент той имитации, которая, ну, организована по части вот работы с обманутыми дольщиками. — Была поставлена задача сформировать некий механизм взаимодействия между дольщиками, ну, вот этой большой массой, вот этими десятью тысячами человек или более по республике и правительством. И, к сожалению, была избрана вот эта модель взаимодействия через одного уполномоченного. Уполномоченного, прямо скажем, подобрали неудачно. Девушка, ну, во многом злоупотребляет теми возможностями, которые получила вот на этом месте. Видимо, испытывает предположение, там, какие-то амбиции, там, остаться у власти, там, или получить какие-то кресла. И все это вместе, ну, снижает эффективность работы. То есть, на самом деле, это не должна была быть одна фигура, один человек, потому что один человек в любом случае не в состоянии охватывать эти все аспекты. Ну, и надо было бы повнимательнее присмотреться, кого, как говорится, выбрали. Ну, у меня складывается впечатление, что она вполне устраивает самого Хабирова. То есть, и тут уже, как говорится, встретились два одиночества. Я имею в виду, то, как она ведет эту работу, вполне устраивает самого Хабирова. И тут мнение дольщиков не имеет никакого значения. Я им много раз говорил о том, что если у вас есть с этим какие-то проблемы, вы вправе и можете это все переиграть. Ну, только соберитесь, там, решите. Вот. Ну, это, как говорится, была бы честь предложена в том смысле, что если они не хотят, если их это все устраивает, ну, это вот так, вот ровно так, как есть на самом деле сейчас. Ну, в общем, понятно по дольщикам. И перейдем к еще некоторым темам, которые мы запланировали до эфира. Вот вышла новость в Коммерсанте о том, что региональный фонд планирует покупку вертолета марки Ми-8, там, более чем за 400 миллионов рублей, для перевозки VIP-персон. В Белом доме нашем пока не комментируют. Подтверждение официального этой информации, по крайней мере, вот в моем случае, не нашла. Но как бы ни было, как вам это продолжение истории с фрахтовкой бизнес-джета для поездки в Сочи? Или это отдельная история? Нет, это на самом деле даже не отдельная история. Это, как говорил Максим Курников, вернее, цитировал кого-то о том, что история развивается по кругу, но по спирали. Значит, Хамитов, вертолеты, Хабиров, вертолеты. Где вертолеты Хамитова? Лежат на задворках того же самого регфонда, переписанные на какую-то ОООшку, значит, и безнадежно неремонтабельные. Сейчас, значит, покупается новый вертолет для Хабирова. Я не уверен, что это будет Ми-8, потому что ценовая категория там и вот условия покупки, что он может быть бушным, но не сильно, вполне себе наводит на мысль, что это получится какой-нибудь замечательный, значит, вертолет вероятного противника. Ну, посмотрим. Сам по себе факт покупки вертолета возмутителен, потому что цифра в 432 миллиона, например, это сумма дважды достаточная для решения, например, проблемы цветов Башкирии. Это сумма, которая на 50% закроет проблему Серебряного ручья. Это сумма, которая могла бы обеспечить 900 сирот жильем, которые не обеспечены жильем. И продолжать можно до бесконечности. Это те же самые 900 километров гравийных дорог и прочее, прочее. То есть нам некуда потратить деньги. Однако правительство говорит, а мы не имеем права тратить деньги на жилье для дольщиков, ну, до юра. Но напрямую, да. Да, не можем, а на вертолет можем. Вот, собственно, это иллюстрирует ситуацию. То есть для любимого руководителя купить вертолет мы можем, а потратить деньги напрямую на нужды жителей не можем. Вот такие у нас законы. Ну, посмотрим, насколько это получится, насколько будет этот вертолет куплен. Объективной необходимости в покупке такого транспортного средства я точно не вижу. Потому что существуют прекрасные автомобили, дороги надо подремонтировать и по ним прекрасно перемещаться. В принципе, республика вполне себе размеры имеет достаточные для того, чтобы можно было в любую точку попасть на автомобиль. А как вот можно все-таки, я не знаю, попытаться хотя бы объяснить эту логику? Вот желание приобрести вертолет, реальное желание, чем оно объясняется в данной ситуации? Ведь понятно, что это все-таки станет достоянием общественности. Даже если не сама покупка, так потом уже люди увидят, что человек летает по нему. Ну, конечно, да. Естественно, вертолет скрыть нельзя, и потом и перемещение на вертолете скрыть нельзя. Судя по всему, во-первых, тут есть некие статусные аспекты, потому что вот положено. Потому что правильные пацаны на вертолетах летают, а неправильные ездят на крузаках. Во-вторых, это некое такое достаточно вольное распоряжение бюджетом. Ну, то есть человек вот пришел к власти, и у него вот этот вот бюджет перед ним находится. То есть вот как выбирается мебель для кабинета, как выбираются там аксессуары какие-то, какие блюда выбираются на банкет. Это все вот отражение той личности, которая попадает в ситуацию контроля и распоряжения вот этими большими деньгами. То есть вот смотрим на европейских политиков, смотрим на их метод обращения с деньгами, а денег у них существенно больше. Там взять какого-нибудь финского премьер-министра и взять там временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан. Вот два, в общем-то, даже несоразмерных политика и совершенно разные методики обращения с государственными, народными деньгами. Потому что, как говорил Маргарет Тэтчер, не существует денег государства, существуют деньги налогоплательщиков. Вот и все. Ну, раз уж тему денег затронули, вот еще у нас есть одна денежная история. Это процесс по поводу бывшего вице-премьера Евгения Гурьева, да, и здесь что у нас нового? Его перевели под домашний арест, во-первых, и данное решение устояло в том числе в Верховном суде. Как вы можете прокомментировать, что происходит? Ну, я принимал участие в этих судебных разбирательствах, я имею в виду вот изменение мер пресечения, которая прошла на прошлой неделе, и сегодняшний суд, вернее, рассмотрение апелляции прокуратуры в Верховном суде. Я бы отметил такую вещь. Во-первых, меня слегка удивила формулировка советского суда, которая была, значит, оглашена в ходе принятия решения о мере пресечения. Суд определил, что следствие в недостаточной степени мотивировало нахождение Гурьева под стражей. На самом деле суд не должен был бы этого делать, я имею в виду не обязан. Он мог бы сказать, что вот, ну, принимая во внимание мнение сторон, принимаю такое решение. В принципе, суд у нас независимый, вот принял решение и все. Однако судья сочла необходимым отметить, что следствие недостаточно мотивирует вот эти вот свои аргументы. Это касалось и имущественного положения, это касалось и возможности давления на следствие, это касалось и предполагаемой возможности, там, скрыться за границей и так далее. То есть все это не имело подтверждения. И суд, вот, к моему удивлению, это отметил в результативной части решения. Как это нужно толковать? Да, обычно все-таки это избегает суд, как бы, вот этой критики в адрес следствия или стороны обвинения. Здесь была очень такая достаточно характерная жесткая позиция, что суд вот выслушал стороны и сообщил им, что они некомпетентны. Это, конечно, такая была своеобразная подсчетчина в сторону Следственного комитета. То, что сейчас Верховный суд утвердил решение Советского суда, я, в общем-то, не рассматриваю как что-то удивительное. Потому что, скорее, это типичное решение, потому что существуют всевозможные взаимоотношения между низшими и высшими инстанциями судебной власти. Ну, то есть это логичное решение. Потому что суд действительно длился пять часов, я имею в виду, в Советском районный суд. Он действительно подробно рассмотрел все аргументы сторон. То есть это был абсолютно неформальный подход. То есть и здесь Верховного суда, я думаю, что просто не было аргументов там оспорить это решение каких-то существенных. Ну и как вам перспективы этого дела в глобальном смысле? Я рассматриваю это дело исключительно с точки зрения чистого правосудия в том смысле, что, на мой взгляд, должна быть состязательность сторон. Позиции обоих сторон очевидно неоднозначные. Вот та и другая точка зрения должна быть доказана. Единственное, чего бы я не хотел и против чего я выступаю, это аффилированность решений. То есть когда руководитель Следственного комитета заявляет, что мне не важно, что мне скажут, человек будет сидеть, вот я против таких позиций. То есть не может быть такого, не важно, что скажут. Давайте выслушаем. То есть тем более, когда речь идет о суде, должны выслушать все стороны, оценить весомость этих доводов. Ну, я говорю о классических вещах, которые должны быть, которые у нас в Конституции прописаны, везде прописаны. Вот это должно случиться, и должно случиться справедливое разбирательство, аргументированное, профессиональное разбирательство. Потому что вопрос сверхсложный. Зачастую компетенции следователей и Следственного комитета, и работников прокуратуры, очевидно, недостаточно для понимания некоторых вещей. Наверное, нужны какие-то экспертные оценки и так далее. Вот если это так будет, тогда должно быть все по справедливости, вот как получится, так и получится. Если вина Гурева будет доказана, аргументирована в суде, Гурев должен понести наказание. Ровно такое, которое полагается за его вину. Если нет, значит нет. То есть главное, чтобы не случилось вот этой вот компанейщины, которую я предполагаю, которую я очевидно наблюдаю, когда там есть какая-то команда, надо кого-то посадить. И главное, чтобы потерпели фиаско те, кто заказал фактически многие действия следствия, и многие действия, которые произошли вот в этом процессе, я имею в виду со стороны той вот новой команды. Потому что я утверждаю, что есть люди, которые заинтересованы в том, что Гурев должен сидеть в тюрьме. И участие этих людей в следствии абсолютно недопустимо. Я надеюсь, что Следственный комитет поймет, во что их, условно говоря, ввязали, и займет нейтральную, нормальную позицию следственного органа. И тогда все будет хорошо. А чем можно объяснить интерес кого-то из новой команды в том, чтобы это дело рассматривалось, скажем так, более пристально? Ведь это разные истории, скажем. Это экономический интерес. То есть там все очень просто. Еще один вопрос, который хотелось бы сегодня более подробно рассмотреть, это поездки ради Хабирова по Донбассу, в Крым, и которые в результате стали, вылились точнее в то, что некие активисты украинские внесли Хабирова в реестр сайта Миротворец, который сам по себе довольно-таки неоднозначную репутацию имеет, в том числе в самой Украине, да, не все одинаково к этому относятся. Ну, так или иначе. Вообще, и вот сегодня «Идель Реали» и «Портал» вышли с материалом о том, что все-таки причиной реальной этому могло послужить. Артур Асафьев пишет о том, что ради Хабирова имела отношение к историям 2014 года, в том числе референдум в Крыму и вот эти вот все первые месяцы. Что-нибудь знаете про это? Как можете прокомментировать? Ну, про Крым я знаю очень много, я имею в виду про роль Хабирова. Я занимался этим расследованием и даже вот ездил специально в Турцию, там кое-какие вещи уточнял, там узнавал. Поездка на Донбасс, на мой взгляд, это попытка позиционировать себя как федерального политика. Абсолютно нелепая, на мой взгляд, достаточно нерезультативная. Будет ли Хабиров ограничен в перемещении там по европейскому сообществу в результате вот этого включения в этот миротворец, я не знаю. Но, безусловно, что он обратил на себя внимание украинских властей. Если сейчас ситуация там взаимодействия украинских властей и Европейского Союза будет укрепляться, ну, возможно, что вот эти санкции последуют в отношении Хабирова. Очевидно, он там где-то попал на карандаш, но ему нужно было, у него есть более важная задача, это доказать Кремлю свою лояльность, полностью, хотя, наверное, никто в ней не сомневался, если честно. Вот здесь вот, как говорится, переиграли. То есть можно было бы и не говорить, но почему-то громко прокричали. Сама по себе поездка эта была нелепая, выглядела она, ну, как все, что происходит на Донбассе в части вот этой имитации, вот этой власти, вот этот вот пузатенький дяденька, который там считается местным диктатором, там, властителем. И вот на фоне него какие-то действующие федеральные политические фигуры Российской Федерации, то есть, ну, это просто неприлично. То есть официально поддерживать сепаратистов и террористов, это нехорошо, это неприлично для, ну, серьезного человека, да, то есть это была такая заявка, что да, мы поддерживаем, я лично поддерживаю сепаратистов. Ну, это не здорово вообще. То есть вот для людей здравомыслящих, это, конечно, негативную оценку они вырабатывают в этом отношении, тех, кто не задумывается об этом, это им все равно. Скорее всего, конечно, главным зрителем был Владимир Путин. Ну, вот, кстати, и во время поздравлений с Днем Победы Ради Хабирова отдельно высказался про Путина, довольно-таки, на мой взгляд, неожиданно, и призвал быть благодарными за борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. У Хабирова ужасные копирайтеры, ужасные качества тех текстов, которые ему пишут. Ну, ведь он же сам их читает наверняка. Ну, да, но он, вот в отличие от Мустафина, он их не комментирует, да, в конце прочтения, а надо бы. Ему надо на это обратить внимание. Я понимаю, что человек занятой, у него масса задач, и они идут вот одна на другой. Я прекрасно знаю, как это работает. Я сам там работал, это капуста, это бесконечная. Но обратить внимание на качество подготовки речей и вот всех вот этих текстов, выступлений, тональностей, конечно, стоило бы. Потому что, ну, то, что ему делают, это уровень руководителя района. Ну, и как раз вот в это продолжение этой темы Радик спрашивает вас, если после выборов вам предложат вернуться в Белый дом, согласитесь? Смотря кем. Тут на этом фоне, опять же, вспоминая Путина, у нас заговорили, что он к нам приедет, и якобы одной из тем его визита станет вот это разбирательство вокруг геопарка Таратау. Хотя есть более официальная версия, что открытие детских игр, и как бы здесь ничего такого удивительного нет. Во-первых, по поводу Путина. Меня до глубины души поразило, что ньюсмейкером приезда Владимира Путина в Уфу, в Башкирию, стал Артур Эдельбаев. Кто позволил, как говорится, да? То есть, ну, серьезная новость, да? То есть, вообще-то, я должен был, наверное, озвучить сам Хабиров, да? То есть, вот радость посетила, солнце озарило Башкортостан, к нам едет Путин. Мы же ему даже за победу войны благодарны. И вдруг Артур Эдельбаев сообщает нам об этом. На мой взгляд, это, конечно, некий такой проброс, пробный шар. Мы помним, что Путин не приехал на столетие в республики Башкортостан. Мы помним траур по этому поводу в глазах и Хабирова, и прочих. Значит, праздник был существенно испорчен. Думаю, что это было сделано именно для этого, чтобы не утверждать на высоком уровне, что приедет Путин. Визиты Путина устроены так. Никто никогда не знает, куда приедет Путин. На самом деле, точно, железно. До определенного момента, там, ну, до, там, двух-трех дней уже и так далее. Соответственно, да, неплохо было бы, чтобы он приехал для Хабирова. Это абсолютно предвыборная поддержка и так далее. Какая бы причина ни была оглашена его приезда, это будет однозначно приезд предвыборной поддержки. А вот приедет ли он поддерживать Путина, это большой вопрос. Игры это будут, или парк Таратау. Ну, парк Таратау – это самая фантастическая версия приезда Путина, конечно. Причем здесь, там никакого конфликта нет. Ну, парк Таратау – это абсолютно такое неюридическое понятие. Пока вообще непонятно, что это такое. И Путину точно туда приезжать нельзя. И не надо. А вы абсолютно уверены, что приезд Путина – это действительно пиар-поддержка, может быть, в преддверии выборов, а не, наоборот, негативный эффект? Хороший вопрос. Ну, для определенного числа избирателей, конечно, да, для тех, кто поддерживает Путина, ассоциировать Путина и Хабирова было бы полезно для Хабирова. В том смысле, что вот Владимир Владимирович меня поддерживает. Это да. Для тех, кто не поддерживает Путина, таких становится все больше и больше, конечно, это иллюстрации. То есть, вот сейчас очень многие говорят, а, Хабиров – единоросс, там, Единая Россия, там, и дальше идет мат. Ну, нехорошая связка, да, но мы знаем, зачем Хабиров идет от Единой России. Ну, то есть, да, это двоякая ситуация. То есть, кто-то будет расценивать как поддержку, кто-то нет. Но, опять же, важнее для самого Хабирова. У нас позади уже больше, чем полгода, и до конца эферы у нас не более минуты. Удалось ли что-то уже действительно сделать Хабирову и его команде положительного в республике за это время? Вот реально, за что можно уже сказать? Да, вот это вот они сделали. За одну минуту на это ответить невозможно. Есть масса попыток, к сожалению, ошибок больше, чем результатов. Вот я бы так сказал. Ошибок больше, чем результатов. Результаты пока неощутимы. Разворошили гнездо, и есть ощущение, что не знают, что делать дальше. Вот это ощущение все ярче и ярче становится, что они не знают, как делать дальше. Вот это беда. Вот это проблема. Разворошить несложно, то есть как бы ломать не строить. Это был политтехнолог Андрей Патрицын. Всем спасибо, до свидания.